Здравствуйте, меня зовут Лёша Халецкий, и вы на канале Лёша Играет. Это третья серия об игре NBA 2K12, режиме My Player и центровом. В первой серии, я вам напомню, я рассказывал о атрибутах, скиллпоинтах, куда что вкладывать, какие атрибуты на что влияют. Во второй серии была собственная игра, рассказывал о том, как центровым лучше всего играть, по моему мнению. Ну и третья серия будет самая маленькая, я даже думал, может её не записывать, но тем не менее решил сделать. Она о прокачке атрибута скорость. Напомню, что это самый дорогой атрибут в этой игре, его тяжело прокачивать, но зато с помощью тренировки он прокачивается довольно быстро и легко. Вот давайте зайдём в атрибуты моего игрока и увидим, что у центрового скорость прокачивается только до 60, ну зато у других амплуа, естественно, до 99 она может быть. Но даже 60 очень дорого стоит, вот практически полторы тысячи скиллпоинтов. И чтобы не тратить так много скиллпоинтов на прокачку, можно скорость прокачивать с помощью тренировки Dribble Curse. А если вы уже прокачали по максимуму, таким образом можно зарабатывать скиллпоинты. Вот сейчас мы убираем два скиллпоинта, таким образом 3000 мне упало в копилку. Выходим отсюда, сохраняя изменения, естественно. Да, кстати, отключите автосейв, иначе если вы не сможете нормально пройти тренировку, вы просто её потеряете. Автосейв перезапишет ваше сохранение, и вы не сможете вернуться. Так вот, отключайте автосейв, сохраняйтесь перед тренировкой. И вот, Drills, тренировка, Offensive, нападение и Dribble Curse. Тренировка быстрая, проходится она легко. Сейчас я вам расскажу, как. Заходим. Как видите, я уже 31 раз проходил, 30 раз на золото, а один раз самую первую, когда не знал, что делать, на бронзу. Так вот, если вы проходите на золото, то вы мало того, что получаете 400 скиллпоинтов, но и плюс ещё один скиллпоинт в одну из этих характеристик. Когда у вас характеристики не прокачены, то вам рандомно будет либо в Ball Security, либо в Offhand Dribbling, поэтому вам придётся перепроходить заново, чтобы именно в Speed добавилось. А когда всё уже будет прокачено, то добавляться будет только в ту характеристику, которая не прокачена. Но в данном случае мы убрали два скиллпоинта из скорости, и поэтому будет добавляться, если пройдём на золото, исключительно скорость. Итак, начинаем тренировку. Всё очень легко. Первая фаза без защитников, поэтому просто берём мячик, бежим к кольцу и забиваем. Кстати, обязательно старайтесь забить в кольцо, иначе если вы не забьёте, то тренировку вы на золото не сможете пройти. Вторая фаза сложнее. Вот тут и возникают первые трудности. Собственно, единственные трудности – это как пройти защитника. Просто перед ним быстро два раза нажимаете на правый Shift своего джойстика. Тогда игрок делает обманное движение и обходит защитника. И последняя фаза, когда будет два защитника. Собственно, проделываем всё то же самое. Подбегаем к защитнику. За два шага до него два раза быстро нажимаем на Shift и обходим. Вообще, лучше всего подбегать уже на скорости. Два раза нажимаем на Shift и забиваем. Всё. Тренировка пройдена. На золото. Сейчас нам добавят скорость. Так как даётся по две тренировки, в общем-то, повторяете второй раз и скорость прокачана. Ну, на этом, собственно, всё. Если вас ещё что-то интересует в этой игре, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...